Вы смотрите канал улицы Москвы и в завершении нашего цикла прогулочек по району Ивановской вообще и по микрорайону Южная Измайлова в частности мы побываем на улице Магнитогорская проходящей между Большим и Малым Купавинскими проездами протяженностью 1 километр 100 метров и свое название получившее по городу Магнитогорск на Южном Урале центр металлургической промышленности известный город, я думаю все знаете и хоккейную команду Металлург Магнитогорск что касается данной улицы, она проходит и параллельно шоссе энтузиастов вот он, там оно находится за этой заправочкой за гаражами, ну и несколько севернее ну и мы сейчас идем от Малого Купавинскому к Большому Купавинскому проезду если мы по улицам Чичулиной и Челябинской параллельным шли наоборот то сейчас вот идем в обратную сторону с востока на запад получается там видно вот эти длинные девятиэтажечки это уже четная сторона но тоже район Ивановская когда-то в девяностых годах непродолжительное время Южно-Измайлово выделяли в самостоятельный район самостоятельное муниципальное образование но видать возможно в связи с небольшой все-таки территорией здесь здесь можно пройти минут за десять, наверное быстрым шагом вот, ну, решили присоединить к Ивановскому ну, наверное, логично потому что Ивановская с той стороны с той стороны шоссе энтузиастов тоже идет до Напольного только проезда дальше уже район Новогиреево будет ну, вообще, такой район с хорошей экологией с чистым воздухом ну, за исключением локаций, конечно, которые примыкают вот к шоссе энтузиастов к свободному там проспекту или Большой Купавинский ну, то есть оживленные автомагистрали ну, по сути, машины это единственный источник загрязнения каких-то других промышленных предприятий здесь нету тут изначально вот единственные были дома для рабочих в окрестностях завода Серп и Молот совхоз Серп и Молот как раз вот его территория в 70-е годы и была застроена вот этими домами микрорайон ну, да, вот если брать вот эти дома они уже ближе к шоссе энтузиастов здесь, конечно, трафик большой в любом случае это же ведущая восточная вылетная магистраль Владимирский тракт ну, так вот исключая вот его тут есть парки здесь можно даже видеть вот Измайловский парк там если по центру кадра посмотреть там уже виден будет этот лесной массивчик огромный наверное, третий по величине в Москве после Лосиного острова Ибитского или второй ну, в общем в тройку он точно входит ну, а там еще есть также Терлецкий и Ивановский парки с той стороны так что вот у нас цикл выпусков был по району Ивановска это одно из, наверное, немногих белых пятен на карте Москвы мы уже побывали действительно почти что на всех улицах в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги ну, и много где за ее пределами еще, я думаю, побываем так что смотрите канал улицы Москвы и подписывайтесь будем закругляться